добрый день сегодня я хочу вам показать как сделать вот такие гладиолусы из зефирного фоамирана сразу предупрежу что точно по такой же методике можно сделать гладиолусы и из любого другого фоамирана иранского корейского единственным чем отличаться будет небольшая обработка самих лепестков сборка точно такая же по ходу действия я скажу какие отличия и так ну вот смотрите у меня такие вот тычинки я сделала и делать довольно таки просто сейчас я покажу как их изготовить этого я взяла не проволоку а леску где-то толщина получается средненькая можно купить ее потоньше или немножко потолще но это не совсем тонкая леска которая идет на бисер а намного толще и так нам нужно отрезать небольшой кусочек я вам покажу как сделать одну тычинку у меня уже на все цветы готова они стоят у меня сохнут пока так что-то я кончик потеряла вот отрезаем небольшой кусок сейчас я измерю сколько получается где-то произвольно 9 9 10 сантиметров длиной далее я беру обыкновенную белую акриловую краску открываем и еще нам нужна прищепка обыкновенная белевая прищепка которую мы используем в хозяйстве так сейчас вот она видите у меня немножко уже довольно таки в краске так как я очень часто использую прищепки именно для вот рукоделия и так берем нашу леску и нам нужно окунуть в краску сейчас я скажу сколько сантиметров так ну вот тут где-то где-то пять с половиной от пяти с половиной до вернее от трех сантиметров до пяти с половиной так как на разные цветочки идут разные длины точинки вот просто берем окунаем вытаскиваем и для того чтобы у нас не было слишком много краски вот прям а краешек баночки мы прямо таким образом снимаем если вы хотите чтобы было еще потоньше по изящней убираем больше краски теперь каким образом нам нужно будет просушить эту тычинку ни в коем случае не вот так вверх ногами а нам нужно чтоб она у нас была вниз кончиком вот где краска вот для этого и нужна у нас прищепка я за краешек вот таким образом цепляю и ставлю так как получается вот тут площадка и сама прищепка довольно таки тяжеленькая ставлю на какую-нибудь поверхность и чтобы вот эта тычинка у меня просто на край висела куда я ставлю на книжный шкаф просто на края так сейчас я до шкафа уже не пойду поставлю где-нибудь тут на краешек стола вот для того чтобы хорошенечко тычинка у нас просохла желательно дать сделать заранее их и и чтобы не просохли в течение двух суток ну что одни сутки маловато они могут между собой склеиваться вот у меня вот тут уже все хорошо довольно таки просохла и ничего не прилипает далее что мы будем делать для лепестков вот у нас у меня видите вот тут сделанные лепестки уже готовы для большого цветка нам нужно сделать 6 лепестков вот для полноразмерного цветка нам нужно 6 лепестков как видите вот этот верхний он самый большой затем у нас идут примерно более-менее одинаковые по размеру другие лепесточки ну вот эти у меня получились ближе они поменьше вот эти внешние они чуть побольше просто когда мы будем делать вот такие квадратики все равно мы вырезаем не по шаблону и потом будем выбирать какие меньше какие больше для одного большого лепестка нам нужно квадрат вырезать диаметром так сейчас расскажу все размеры диаметром где-то получается 5 сантиметров которые для меньших лепестков у нас диаметр 4 сантиметра таких квадратиков и так записываем большой лепесток 1 вот такой квадратик вырезаем 5 сантиметров 5 на 5 и получается 5 штук еще лепестков квадратики 4 на 4 и так начинаем изготавливать вот тут у меня квадратики уже сделаны это у меня на меньшего размера лепестки большой я уже сделала для цветка в принципе процесс изготовления лепестков кун одинаков только отличается по размерам нам нужно обрезать с двух сторон друг напротив друга вот эти уголочки вот получились вот такие у нас лепестки соответственно чем больше вы обрежете вот эти краешки тем меньше будет у вас лепесточек размером ну вот допустим вот тут у меня небольшие лепесточки это скорее даже получилось с обрезков с остатков они у меня пойдут на бутончик я сделала их таких две штуки вот эти вот да вот эти вот они просто поуже мы все равно будем заворачивать круговую делать и тут не будет заметно что они поуже и так теперь будем тонировать как видите у меня посреди на лепестках такая белая полосочка неокрашенная для того чтобы ее сделать нам нужен небольшой кусочек не знаю как видно не видно он совсем маленький тоненький вот если честно даже я думаю вот блестит заметно будет так этот кусочек я вырезала просто из вот у меня была упаковка из-под пистолета вот такого сейчас покажу вот из-под такого пистолета просто где вот у меня ровненькая часть я вырезала такой кусочек так длиной он у меня шесть с половиной сантиметров можно сделать семь для удобства так у основания ширина всего три миллиметра и получается она к верху вот эта полосочка заужается становится тоньше можно конечно такое вырезать из бумаги но сразу говорю надолго бумаги не хватает так как мы тонируем влажными салфетками и бумага просто рвется основной цвет я буду делать желтый поэтому взяла сухую пастель на лепестки вообще хорошо подойдет именно сухая пастель можно в принципе использовать если вам удобно и масляную хорошенечко натираем так как у меня вот это не профианальная пастель поэтому мне приходится очень сильно ее натирать она не такая мягкая теперь делаем по серединке лепесточка прикладываем вот эту нашу полосочку держу я вот получается в начале главное смотрите чтобы кончик был на кончик лепестка и вот таким образом придавливая делаем полосочку видите у меня получилось в серединке такая пустая полосочка тут уже убираем и тонируем уже краешки подкрашиваем пастелью вот я это сделала с одной стороны затем если вы боитесь что можете перепутать с какой стороны у вас окрашена просто вот вытираете можно вытирать об салфетку вот эту нашу полоску и точно так же делаем со вторым лепестком прикладываем вот эту полосочку и нажимая просто проводим все у нас отметина готова гладиолус гладиолусы они бывают абсолютно разных размеров вернее разных видов разных расцветок вот я делаю именно такой так как мне захотелось такой сделать можно сделать просто однотонный точно так же с полосочкой посередине или без потому что они бывают и без на этих полосочек так желательно конечно подождать пока у нас тут подсохнет у нас тут времени немного поэтому переворачиваем на обратную сторону и точно так же наносим точно такой же рисунок с обратной стороны и точно так же тонируем так что вы можете подбирать и делать любыми цветами точно так же можете сделать это из иранского фоамирана вот пока то что я делаю все можно делать с любым видом фоамирана хоть корейские хоть тот же зефирный то что я делаю что иранский так ну вот полосочку мы сделали нам эта деталька уже для прожилок уже не нужна желтым цветом мы затонировали с обеих сторон теперь будем работать с красным цветом или какой вы там себе захотите тут у меня уже идет профессиональная сухая пастель ее с ней проще работать она потому что очень хорошо намазывается на салфетку так и теперь будем обкрашивать краешки наших лепесточков начинаем снизу и знаете как делаем как бы об самый край просто как бы обтираем краску с салфетки вот видите получился такой рисуночек увидите что немножко переходы такие будут таким образом мы тонируем нам нужно протонировать с обеих сторон сами краешки поярче переворачиваем точно так же тонируем с обратной стороны как бы обтираем краску об край соответственно видите тут внизу пошире к верху поуже точно такую же тонировку можно делать не только по краю а вот начиная от края к серединке тогда будут такие разрывы интересные также можно это делать с помощью губки будет очень интересно смотреться такие переходы и я еще тонируем красным обязательно сам срез для того чтобы было поярче смотрелось даже можно сам край сделать еще по насыщенней чем сама окраска вот я все это сделала теперь нам нужно все таки подождать когда у нас немножечко просохнет и начнем обработку лепестков так пока у нас тут подсыхает я покажу как делать листики я вырезала вот у меня различные таким образом сделано так длина листика у меня вот для размера таких цветов 6 половина сантиметров 6 половина сантиметров вот просто произвольно видите вырезала не сказать что он у меня ровненький и и я его подтонирую немножко так как я взяла салатовый цвет немножко пастелью масляной уже то нам немного чуть-чуть потемнее так если вы листики такие будете делать из это вот у меня зефирный фоамиран если будете делать из иранского вырезаете точно так же тонируйте и обработать можно каким образом либо ненадолго совсем чуть-чуть приложить к утюгу для того чтобы листочек стал более такой жесткий лучше держал форму только совсем чуть-чуть до того момента как он начал съеживаться и затем можно немножечко помять и потом форму придать точно так же как я сейчас буду делать так для для формирования вот у меня такой уже листочек которым я постоянно пользуюсь как видите тут листики уже формировала обрабатывала помощью утюга включаем утюг мы сейчас будем истончать нам нужно немного истончить наши листики выпустить из них воздух чем хорошие зефиры зефирка зефирный фоамиран тем что он при такой обработке не уменьшается вот я ложу листик во внутрь так извиняюсь за звуки у меня кошка немножко гуляет кота просит так вот ждем когда у меня утюг нагреется так у меня утюг стоит на тройке практически максимальная температура и проглаживаем листик переворачиваем на другую сторону видите тут у меня такой уже на несколько раз использовала вот и немножко проглаживаем сильно проглаживать не обязательно хотя чем больше вы это сделаете тем тоньше будет листик также можно сразу таким образом обрабатывать довольно таки большое количество кладете на листочек несколько штук но тут есть маленький один нюанс когда вы закрываете обязательно нужно сначала вот прям просто положить утюг сверху не прижимая и поводить для того чтобы листочки прилипли к бумаге и они не съехались когда вы будете гладить их иначе они просто приклеятся в другую кругу так вот я отодрала листик от бумажки и теперь нужно его немножечко нам оживить для этого складываем пополам и чуть-чуть потянем так еще девочки вот тут отличается чем видите у меня тут один листик довольно-таки загнутый такие листики идут на раскрытые цветочки вот видите он у меня такой загнутый на бутончике нам нужен все-таки более такой прямой листик поэтому если будем делать вот такой загнутый тогда просто сгибаем пополам и назад вытягиваем листик весь для того чтобы сделать вот такой более прямой но и в то же время живой листик для этого нам нужно подтянуть просто вверх листочек ну и немножко можно краешки чуть-чуть загибать вот получился у нас вот такой листик дефирный фоамиран отлично держит форму и такими остается так что вот можно сделать листики по разному точно так же обрабатывать можно вот по подтянуть немножко иранский фоамиран сделать такие же листики так теперь у нас немножко лепесточки подсохли поэтому берем у меня вот другой листик как видите тут я уже делала кладем сюда вовнутрь лепесточки это у меня лист а4 свернутый просто пополам вот смотрите сейчас для того чтобы у меня лепесточки не сдвинули друг другу не прилипли я просто кладу утюг чуть-чуть ввожу у меня все прилипло и теперь нужно нам немножко с давлением с таким прогладить с обоих сторон тут сильно истончать не нужно прям чтобы было сильно-сильно тоненько так как если мы будем долго обрабатывать утюгом у нас фоамирант станет не очень пластичный и мы не сможем сделать вот эти рельефы на краях лепестков поэтому проглаживаем совсем немножко нам нужно чисто выпустить воздух из зефирки так ну все досочка мне уже не нужна я видите использую досочку так как у меня стол не очень ровный не очень вернее твердый и неудобно проглаживать так теперь будем формировать вот смотрите если будете делать из иранского или корейского фоамирана гладить ни в коем случае нельзя иначе у вас лепесток просто съежится весь и будет вот прям жесткий для такой способ подходит только для зефирки для того чтобы сформировать вот такой лепесточек из иранского или корейского опять как листик прикладываем к утюгу буквально буквально вообще вот на одну секунду чтобы чуть-чуть только он у нас прогрелся чтобы немножечко выгнался воздух можно также конечно помять но вот единственное тут немножко сложная тонировка она может растушеваться будет уже не то и в серединке тогда прокраситься поэтому лучше чуть-чуть приложить к утюгу этого будет достаточно затем вот сейчас я буду показывать как сделать такие волны зефирка можно обойтись без нагрева без зажигалок без ничего для того чтобы сделать волны у иранского и корейского фоамирана это не прокатит такой способ и нужна обязательно тепловая обработка каким образом на иранском делаем вот то же самое что и сейчас буду делать только не растягиваем а это место просто немножечко прикладываем к утюгу и тогда уже только растягиваем вот зефирка можно не нагревать и так начнем по кругу я сверху обычно начинаю начинаю потихонечку подтягивать краешек вот чуть-чуть растянули сложили в гармошечку чуть-чуть растянули сложили опять гармошечку и придерживаем пока пальчиком так вот по кругу начинаем собирать гармошку чем дальше мы отодвигаемся тем просто мы тут потихонечку отпускаем просто пока мы подтягиваем тут у нас получается тоже подтягивается и формируется складочка если не собирать гармошечку складка получится другая вот видите получается я сделала по краю такую волнистость вот где-то нечаянно у меня чуть порвалось ничего страшненького можно просто в том месте чуть-чуть подтонировать краешек и пускай так он надорванный он и будет все теперь то же самое вот не переворачиваем делаем со вторым краем подтягиваем собираем подтягиваем собираем вот получается вот этот край вот я просто беру край двумя пальчиками и немножко растягиваю прямо от краешек и собираю в гармошку сколько растягивать вы поймете когда будете это делать потому что все таки немножко фоамиран бывает попадается разный иногда нужно делать сильнее или меньше вот у меня рельефность такая получилась теперь мы немножечко еще создаем волнистость для этого в некоторых местах вот просто вот краешек закрутим в серединку придерживая одной рукой и закручиваем другой вот достаточно для такого лепесточка где-то в трех местах можно в разные стороны это сделать вот получился у меня вот такой лепесточек делаю то же самое со вторым растягиваю собираю гармошку чем конечно вы сильнее растяните тем больше будет рельефность повторюсь что гармошку собирать нужно обязательно иначе этой рельефности будет меньше вот сейчас у нас пастель заодно растушевывается пальцами и остается конечно на них зато потом наш цветочек не будет мараться об одежду или об тело так тут обязательно сейчас вытираем пальчики для дальнейшей обработки можно даже помыть их чтобы они были у нас чистые сейчас сейчас будем вытягивать серединку тут немножко забыла сделать зигзаги так так теперь смотрим какая сторона у нас будет лицевая какая изнаночная вот какая вам больше нравится кажется поярче или как-то рельефнее или что-то тут делаем лицевой лицевой стороной делаем вверх и теперь загибаем наружу на серединке вот где у нас белая полосочка и нам нужно эту белую полосочку как бы растянуть и загнуть лепесточек назад вот прям в этом месте прижимаем и растягиваем назад особенно посильнее нужно делать кончик тогда будет интересный такой вот загиб лепестка вот видите получается я загнула он у меня получился вот такой если согнуть посерединке мы его будем заворачивать вот таким образом и он у нас будет вот такой видите формы тут у нас загиб назад лепестка а эти рельефность просто торчат вот и точно так же делаем у второго так вот эта сторона мне кажется красивее загибаем вот просто собираем пополам и загибаем именно вот прижимая именно вот только то место где у нас беленькая полосочка и и кончик выгибаем делаем такой как бы клювик как у птички вот у меня получился второй лепесточек вот такой рельефный можно конечно вот я немножко как-то маловато поразгибала можно можно еще немножечко добавить рельефность вот видите получился загибы разные с обоих сторон пускай по разному и будет таким образом вот у нас получилось получили все лепесточки для полноразмерного нам нужно шесть лепестков для полу раскрытого бутона мы будем использовать два таких лепестка ой три извиняюсь именно три вот эти которые второй размер который поменьше для сборки и для бутончика совсем маленького мы будем использовать вот всего два лепестка ну и соответственно для совсем не раскрытого мы будем использовать только листики мы их склеим получается вот вот таким образом но вовнутрь сделаем небольшой шарик для того что у нас тут немножечко все-таки объемчик был шарик видите получается тут меньше сантиметра фольги просто можно сделать немножко даже длинненький его чуть-чуть чтобы так ну что теперь я немножко подожду когда у меня тычинки еще до конца подсохнут и будем делать сборку цветка ну вот тычинки у меня все подсохли подсохли вот видите у меня получились разной длины окраски теперь мы будем их собирать так нам еще понадобится литончики литончики у меня вот флоретическая проволока самая простая номер 28 на кончике нам нужно сделать петельку вот можно прям пальчиками загнуть петелька получается длинненькая такая вот таким образом так теперь берем по пять тычинок сейчас будем собирать на большой цветок поэтому берем три тычинки по длине и и две небольшие чтобы вот этой краски было не очень много которые небольшие они у нас пойдут как бы впереди вот получится разным размером так ну вот у меня чуть-чуть все-таки еще немножечко совсем липнут друг другу тычинки но не деформируются от этого потом еще подсохнут будет будет так как нужно и так нам нужно их скрепить вместе я буду скреплять это делать с помощью тейп-ленты вот я взяла специально тейп-ленту довольно таки светлого цвета так кончик я обрываю тут не нужно подтягиваю ленту и вот в том месте чуть-чуть ниже где у меня заканчивается вернее начинается сама леска и заканчивается окраска так нужно еще обязательно развернуть тычинки таким образом чтобы они торчали вот в разные стороны они были загнуты в одну и нам нужно тут же скрепить еще прикрепить и никуда не девалась можно еще немножко подклеить секундным клеем для того чтобы никуда ничего не убегало ну так как у меня тейп-лента я храню мешочки с влажной салфеткой клеящие способности тейп-лента очень хорошие поэтому я могу не подклеивать даже и вот мы прикручиваем получается вот эти кусочки лески прям проволоки так сильно длинный литончик нам не нужно где-то так его обрежем конечно обрезать нужно бокорезами не ножницами вот как-то забыла их подготовить так и сразу сейчас я приготовлю вот такие же с точинками для других цветков так для того чтобы сделать полу раскрытый бутончик мы берем точно так же литончик делаем петельку видите я сразу не обрезаю потому что смотрю какой длины у нас получится и точно так же делаем на полу раскрытый 5 тычинок берем три побольше подлиннее и две поменьше и точно таким же образом скрепляем специально оставляем тут место ниже окраски именно чтобы леска была на это место мы как раз будем клеить лепестки и перекладываем бутончик и проматываем до конца опять же повторюсь что нам длинные литончики не нужны так как мы все это будем делать на веточку а у гладиолосов они находятся на небольшом расстоянии от веточки цветы но даже получилось видите у меня более так плотно между собой они соединились даже будет лучше так как это полу раскрытый бутон и сразу делаем на закрытый бутончик мы сделаем тут всего три тычиночки ну вот возьмем любые небольшого даже размерчика точно так же литончик так с петелькой если не будет петельки тогда литончик может просто выпрыгнуть потом и точно так же чуть пониже окраски скрепляем трип лентой сейчас мы это все подготовим для того чтобы нам было потом проще и занимаемся только подклейкой лепестков длина литончиков у меня получается средним где-то вернее даже не так не длина литончика вместе с тычинками получается где-то сантиметров 11 если будет длинновато лучше потом обрезать вот у меня даже немножко тычинок осталось четыре штучки это будет на другой раз так принципе тейп лента нам уже не нужно сразу я убираю в мешочек чтобы она у меня не пересыхала я взяла видите тейп ленту посветлее так как мы будем сверху обматывать еще фоамираном чтобы темный не просвечивал но если вы будете делать допустим из иранского и будет зеленый довольно таки темный то можно тейп ленту взять другую любую какую вам какая попадется знаете как какую не жалко потому что она внизу ее все равно не видно будет так ну вот теперь мы будем делать собирать наши цветочки начнем конечно с большого для этого берем самый большой лепесточек и будем подклеивать вот в этом место именно что не на саму тейп ленту на соединение сразу повторюсь что цветы не получится одинаковые потому что мы и лепестки все таки делали разные наносим немного клея на низ лепестка главное не перепутайте где у вас вниз где вверх сейчас не хочется держим вставляться как у меня такой довольно таки капризный пистолет так сделала довольно таки много но сейчас с этим справимся и каким образом излишки клея вот он как горячий можно убрать просто пальцами я обычно как делаю то место где слишком много клея я просто прижимаю пальчики и весь все излишки вот видите у меня остались на пальцах все и у меня нигде клей уже не торчит и все аккуратненько вот я приклеила получается обжала лепесток вокруг ствола в том месте чуть повыше тейп ленты в тейп ленте кстати клеевой пистолет приклеится крайне неохотно так далее выбираем из вот этого количества лепестков нам нужно выбрать которые у нас немножечко поменьше размером они у нас пойдут вот вот этот будет и вот этот прикреплять мы его будем вот с этой стороны получается как бы у нас формирует сейчас первый ряд три лепестка друг на ну вот таким образом как у лилии вот таким образом нам нужно собрать принцип сборки у такого цветка похож да на лилию так единственное чем отличается это размерами лепестков так как тут есть основной большой и еще другие так вот я подклеила причем подклейка уже у меня идет на именно главный лепесток поэтому самое главное его хорошенечко приклеить потому что все остальные лепестки практически будут держаться на нем и клею третий вместо клеевого пистолета можно использовать секундный клей на той пленту кстати он приклеивает лучше чем горячий вот видите я клею не обязательно что должно быть прям ровненько ровненько потому что гладиолус они довольно таки такие лохматенькие цветочки вот три лепестка я приклеила проверяю на прочность все отлично и теперь можно взять три любых лепесточка средней величины приклеился у меня тут клей пальцем так теперь будем клеить каким образом нам нужно сделать между вот этими лепестками сзади вот получается опять же как у той же лилии в принципе сборки очень похож также намазываем низ лепесточка и переклеиваем причем стараемся чтобы у нас вот этот низ лепесточка обернулся вокруг ствола тогда он интересно так загнется так немножко можно еще подклеить чтобы можно что посильнее даже обернулся вот видите вниз он у меня как загнулся потому что открытые так это тоже вот чуть-чуть с первого ряда я тоже немножечко подклею к основному чтобы у меня было более раскрыто тут можно вот по мере действия все поправить берем следующий лепесточек и приклеиваем между двумя верхними вот таким образом сразу убираем клей излишки и остался еще вот с этой стороны еще лепесточек сделать вот видите какой получился интересный такой лохматенький во все стороны причем но там можно кое-что еще подклеить делать чтобы он был не такой развернутый сразу скажу что каждый раз лепестки ой цветочки будут абсолютно по-разному одинаково никак не получится вот ведь у меня получился вот такой цветок даже более такой раскрытый чем вот этот вот вот видите они по-разному получились поэтому вот этот я сделаю ниже что он будет более такой раскрытый так теперь нам нужно присоединить один из листиков можно взять как раз вот самый загнутый и его присоединить желательно где-нибудь либо сбоку либо сзади но желательно так приклеить чтобы у нас как бы он вот этот низ где у нас чашелистик по сути должен быть он полностью обнял вот этот хвостик оставляем а приклеивать будем вот это место где у нас пошире поэтому клей наносим вот в этом месте для того чтобы у нас ствол полностью обнялся и приклеим в любом месте где нам удобно так как на этом цветке вот даже пускай у нас сбоку видите он немножечко торчит так тут я еще немножко подклею чтобы у меня полностью завернулся чтобы все закрылось вот к этой ленте вот это плоховато прилипает поэтому нужно тут и вернуться чтоб фоамиран приклеился сам к себе так и некрасивости все можно обрезать вот у меня получился вот как вот тут внизу видите получается практически полностью в круговую у меня он подклеился соединился тут я еще немножечко чуть-чуть подклею чтобы не было неровности видно получается как бы немножко заверну еще листик все 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 неровности все некрасивости закрылись теперь дальше будем закрывать их закрывать будем с помощью полоски того же вот фоамирана которого мы делали листики тут пока еще не тонируем будем тонировать уже на месте так тут теперь вот желательно подклеивать конечно не горячим пистолетом так как это немножко сложновато а секундным клеем но я вам все-таки покажу как сделать именно клеевым пистолетом нам нужно получается приклеивать на сам фоамиран получается краешек я приклеила вот на кончик и теперь начинаем оборачивать слегка натягивая фоамиран вокруг бетончика сильно много нам обкручивать не нужно так как мы будем присоединять фактических плитык а подклеивать мы сейчас получится с помощью зажигалки слегка нагреем чуть-чуть прям пальчиком прижали и оторвали все у нас получается сам так как это зефирка сам фоамиран приклеился сам к себе ну и немножко конечно нужно подтонировать ствол чтоб он был одним цветом с листиками намазываю просто тем же цветом каким я тонировала листочки и прям растушевываем прям пальчиками все тут я обмотала буквально два сантиметра достаточно вот у меня видите получился вот такой цветочек резной такой весь интересный так теперь делаем следующий собираем это у нас будет вот как раз вот у нас три лепесточка осталось это у нас будет полураскрытый бутончик так сейчас мы примерим как это будет смотреться где-то так вот тут для удобства можно просто вот эти лепесточки склеить слегка нахлёст друг с другом вот вот видите с таким наклоном небольшим чтобы у нас как бы веером чуть-чуть получилось все и теперь нам нужно будет обклеить в круговую вокруг точинок так получится вот типа вот такого цветочка чуть-чуть правда мы посильнее конечно закрутим так потихоньку подклеиваем и сразу же закручиваем вот у меня получился видите такой интересный бутончик так немножко тут можно подклеить чтобы было поаккуратнее для этого просто вот этот лепесточек подклеиваем с предыдущим и тут еще немножко можно тоже позакрывать слегка цветок снизу уже немножко тоже подклеить чтоб он был более такой закрытый все-таки вот получилось видите как вот таким образом опять же нам нужно приклеить тут листики но вот теперь приклеиваем так приклеиваем по два листика поэтому тут нам уже можно так тут берем самые закрученные еще пока тут вот можно уже более такими кончиками приклеивать так как мы от другой стороны закроем вторым листиком вот вот получится вот таким образом у нас было типа того что бутончик вот такой раскрытый вот все вниз я сделала теперь мне точно также нужно подклеить полосочку немножко получается ствол удлинить так тут немножечко можно подклеить начало на клей так ага не выдержал оторвался кусочек ничего страшного сейчас его приделаем так если где-то у вас тут получается немножко так это некрасивости можно чуть чуть выше намотать и закрыть все это вот опять же тут приматываем совсем немного лишнее незачем делать так краешек нагреваем и прям пальчиками прихватываем все и чуть-чуть можно ствол чуть-чуть в некоторых местах нагреть тоже для того чтобы у нас вся эта полосочка склеилась хорошенечко так и намазываем тонируем опять зелененьким все второе у нас цветочек тоже готов вот у нас будет вот таким образом уже идти этот уже будет выше теперь делаем совсем практически закрытый бутончик для этого берем два лепесточка и теперь перекладывать их будем вот вместе с клеем так ага немножко не с той стороны приклеила ничего страшного главное чтобы смотрите у вас шел лепестки чтобы были вот мы загиб делали чтобы наружу шло вот получается я видите склеила их практически друг на друга они вот этот задний из под этого чуть-чуть совсем торчит и будем точно так же закручивать тычинки тут торчать будут совсем немножко слегка поэтому мы делали всего три тычинки и вот таким образом нам нужно приклеить сделать вот такой бутончик поэтому точно так же подклеиваем подклеиваем вокруг своей собственной оси этого цветочка круговую так чуть-чуть закроем вот видите получился такой хорошенький у нас бутончик теперь точно так же будем клеить листики так тут нам обязательно нужно ставить два листика которые идут на бутончик без вернее это даже не бутончик это только еще зародыш бутончика более прямые чтобы листики остались тут можно использовать еще немножко изогнуты опять так же делаем два листочка как хотите можете один сделать но обычно идет все таки таких местах по два и точно так же как мы делали полураскрытый приклеиваем листик вокруг старайтесь клеить именно на тут места где цветочек не на тейп-ленту повторюсь что на тейп-ленту приклеивается крайне неохотно может потом еще и отпасть вот и второй листочек примериваю как он у меня будет лежать так тут все таки у меня как-то слишком раскрыто тут листочки они все таки идут практически впритык саму цветочку и приклеим второй листик напротив предыдущего сразу же краешки все подклеиваем чтобы не торчало ничего вот у нас получился вот второй такой бутончик у нас будет такой гладиол уже довольно таки можно сказать пушистый такой махровый поэтому и листики у нас тоже будут такие же так и нужно обклеить опять низ кусочком так ну в принципе знаете как тут я наверное уже обклеивать не буду так как тут будет еще ближе к стволу а у меня тут остались довольно таки такие длинненькие вот это чешелистик видите получился довольно таки длинненький поэтому я наверно не буду обклеивать тут в этом месте я просто прихвачу на стол вот таким образом так и осталось нам только сделать последний вот этот зародыш бутончик а нам нужно присоединить я сделала небольшой такой шарик даже не шарик его немножко с плюсного типа наподобие типа это у нас бутончик нам нужно ли тончик присоединить к этому шарику шарику тире прямоугольнику так кончик смазываем клеем для того чтобы у нас тут ничего не никуда не девалось немножко обожмем все он будет очень хорошо держаться и теперь приклеиваем вот эти наши листики обклеиваем тут уже делаем вот примерно сантиметра на полтора выше листочка сразу делаем получается вот у нас тут ствол что потом нам не заморачиваться и ничего не обклеивать так сейчас сразу смотрим как у нас все получится нам нужно чтобы было довольно таки закрыто и фольгу не было видно поэтому лучше найти как сделать на всякий случай обклеить вот вот самый верх чуть-чуть мы приклеим небольшой совсем кусочек зеленого фоамирана вот таким образом чтобы если вдруг у нас там будет просвечивать чтобы фольгу не было видно уже наверняка все закрылось так клей много не мажьте лучше добавить чем у нас будет слишком много торчать и начинаем обкручивать этот шарик листочком делать такой импровизированный бутон видите, где литончики я делаю потоньше сразу же обхватывается так и немножко вот тут сейчас я все-то посмотрю как у меня этот ляжет так, наверное, даже ничего подклеивать не буду поэтому вы видите, получается, вот этот верхушку шарика я не зря подклеила видите, там зелененькая пускай она внутри не будет и теперь нам нужно обклеить второй листик вот таким образом, видите, как бы обхватить его и полностью подклеиваем к стволу вниз пускай пускай немножечко тут будет даже гармошечкой складочками вот таким образом вот таким образом все, мы сделали такой, как бы, импровизированный верхний бутончик так, наверное, вообще-то я обрезать полностью не буду а это у меня послужит литончик основой для все веточки ну вот нам осталось только собрать наши нашу веточку так, сейчас я переложу, посмотрю, как это будет смотреться и нужно ли мне добавить еще листиков саму веточку, чтобы она не смотрела все-таки гусенькой так, вот верхушка у нас, как обычно нужно, чтобы была довольно-таки длинненькая потом к низу будет все гуще, гуще и гуще вот получится у нас вот такая ветка это, думаю, довольно-таки красиво все-таки, наверно внизу, мне кажется, не хватает чуть-чуть листиков от самого внизу наверное, пару листиков я еще сделаю только, вот как мы вот тут делали листики, вот эти только их нужно сделать немножко подлиннее сантиметра на два а так то же самое так, ну каким образом я собирать буду веточку я уже показывать не буду так как просто собрать тейп-лентой это совсем не сложно ну или давайте я начну а дальше потом я еще там добавлю листики так возьму я опять ту же нет, наверное, все-таки ближе к этому цвету цвету поберу цвету листиков можно, в принципе, обмотать фоамираном то же самое делать, просто полоску отрезаем ну так как я буду делать именно украшение там веточку либо на заколку либо на что у меня заднюю часть не будет совершенно видно вот и получается мы наматываем сматываем так можно хорошо, когда на проволоке так нет, все-таки еще обмотать лучше тут все-таки верхушку с переходом чтобы не было резкого этого и можно будет потом немножечко это место подтонировать чтобы было ствол как бы чуть посветлее хотя с другой стороны у многих георгинов ствол именно темнее чем даже листики немножко верхушку все-таки подлиннее сделаю чтобы она была хорошо видна вот таким образом и тут мы обматываем тейп-лентой также впритык вот к тем местам где мы делали такие как бы чешелистики видны не чешелистики это череночки так вот так теперь делаем тут получается в шахматном порядке мы будем мы будем проделывать все можно повернуть как нужно очень удобно это поэтому мы внутрь добавляли проволоку чтобы загибать как нам хочется все веточки все цветочки листочки вот и просто прикручиваем так как мы хотим смотрим где у нас заканчивается тут уже можно кстати черенок оставлять вот мы подматывали все-таки там получается ближе к стволу тут немножко можно дальше делать и получится как бы у нас такой объемчик еще придастся поэтому загибаем вот нас видите тут впритык тут чуть-чуть побольше тут еще больше вот эти веточки от цветов черенки эти сделаем подлиннее так и остался последний у нас листик тут делаем еще чуть длиннее череночек немножко ниже и того у нас получится четыре вот таких цветочка и один бутончик этого пять цветков можно в принципе вот таких бутончиков можно было еще парочку добавить было бы еще интереснее вот я не хочу сильно длинную большую делать ветку поэтому сделаем вот таким образом вот видите я до самого низа практически домотала тут все-таки хочу немножечко добавить еще листиков потому что мне кажется все вот в этом месте вот тут чуть-чуть лысовато не хватает листиков поэтому я сейчас их быстро сделаю точно таким же способом как я делала вот сюда листики примотаю и закончу веточку все вот получилось конечно если вы хотите чтобы была полноразмерная в натуральную величину так как эти все-таки цветочки вот какие мы делали они не в натуральную величину а меньше раза в полтора даже в два поэтому если вы хотите делать полный рост то увеличиваете просто вот выкройку вот эти вот все лепесточки примерно добавляйте где-то еще по сантиметру допустим если мы делали квадратик маленьких четыре сантиметра делайте пять а самый большой соответственно шесть шесть половиной и тогда будет в полноразмерные ну и конечно тут цветочков нужно побольше еще сделать чтобы была целая ветка ну вот все я вам показала как что делать тут уже включаете свою фантазию можете в интернете посмотреть какие расцветки бывают у гладиолусов они абсолютно различные применяйте делайте ну все наш мастер-класс готов спасибо за внимание жду ваших работ нет с несколько